Минус в плюс. В городе включают отопление в соцучреждениях. Кто следующий? Жестокая сила. В Бобруйске вынесли приговор по делу об убийстве. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Признал ли вину обвиняемый? По всей стране пронеслась мощнейшая буря. Так белорусов не сносило давно. Уже бригады приступили к ликвидации аварийной ситуации. Каков ущерб? А также повышение пенсий, почтовые новинки и забота о беззащитных. В парламент внесли законопроект об ответственном отношении с животными. Какое наказание следует за жестокое обращение? Президент Беларуси провел встречи с руководителем российского экспортного центра. Александр Лукашенко и Вероника Никишина обсудили актуальные вопросы. На повестке дня поддержка сотрудничества экспортеров. Глава государства положительно высказался о роли экспортной системы, которая осуществляет одно из главных направлений для любой страны. Вы наблюдаете ситуацию во взаимоотношениях Беларуси и России. И ваша мощная группа компаний как раз находится на перекрестке всех этих отношений, обладая ресурсами и обладая резервами какими-то определенными, административным ресурсами и финансовыми по поддержке отношений между Беларусью и Россией. В ходе разговора было отмечено, ввиду стратегической значимости торгово-экономических отношений между Минском и Москвой, Беларусь – ключевая страна для российского экспортного центра. Среди тем также крупнейшие совместные проекты стран, а также вопросы их финансирования. Кровавый треугольник. В Бобруйске вынесли приговор по делу об убийстве. 20 мая 39-летний обвиняемый вместе со знакомой пригласили в гости 63-летнего пенсионера. Долгие посиделки с алкоголем закончили страшной трагедией. Во время конфликта в обручании нанес гостю не менее пяти ударов ножом и со спокойной душой отправился спать в соседнюю комнату вместе с подругой. Хладнокровности гражданина не было предела. На утро он просто пошел за дозой спиртного и позвонил приятелю, чтобы рассказать об инциденте, который в свою очередь и сообщил о случившемся в милицию. Несмотря на непризнание своей вины в полном объеме в совершении умышленного убийства, судом постановлен обвинительный приговор. Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал данного гражданина виновным в совершении умышленного убийства. И на основании части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, судом в пользу потерпевшей этой дочери умершего взыскана компенсация морального вреда в сумме 10 тысяч белорусских рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке. К слову, залеты у фигуранта уже были. Он привлекался и к административной, и к уголовной ответственности. Запасы на зиму, рост пенсии и благотворительная акция. Нотариусы Беларуси проведут бесплатные консультации в преддверии Дня матери. О чем можно спросить? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В парламент внесли законопроект об ответственном обращении с животными. Инициатива направлена на гуманное отношение к братьям нашим меньшим, а также на повышение ответственности их хозяев. Ранее предложение отправляли на рассмотрение в 2003 и 2015 годах. Сейчас проект готовится к первому чтению. В нем сформулированы все важные аспекты по отношению к четырехлапым товарищам. В Беларуси в 2024 планируют увеличить расходы на пенсии. Проект бюджетов СЗН рассчитывает, на уплату пойдет более 22 миллиардов рублей. Это на 17% больше, чем запланировано в текущем году. Основным источником поступлений финансов останутся взносы на государственное социальное страхование. Больничные листы, пособия на погребение и по уходу за инвалидами обойдутся в чуть больше 5 миллиардов. В Беларуси продолжается посевная кампания о зимых зерновых. Всего по стране засеяли более миллиона гектаров. От общего плана выполнено почти 90%. Также намолотили 8 миллионов зерна с учетом рапса и кукурузы. Не отстает и гречиха. С полей убрали 50 тысяч тонн. Активно продолжается заготовка корнеплодов. 13 октября нотариусы бесплатно проконсультируют многодетные семьи и родители детей-инвалидов. В благотворительной акции ко Дню матери и отца будут участвовать все конторы и бюро страны. Специалисты ответят на интересующие вопросы, касаемо отношений. Такие мероприятия позволяют защитить права и интересы граждан, а также повысить уровень правовой культуры и грамотности населения. Белпочта разработала для пользователей новые сервисы. В связи с конкуренцией организация работает над оптимизацией бизнес-процессов. Новая услуга «Тарифная линейка» для физлиц по пересылке позволит пользователям легко, быстро и по доступной цене отправлять грузы по месту назначения. Также уделяется внимание развитию обслуживания интернет-магазинов и маркетплейсов. Первый пошел. В обруйских садах, школах, больницах, музеях включают отопление. Распоряжение подписал председатель горосполкома. Однако процесс это не одномоментный. Пуск занимает до пяти дней. Еще десять суток отводится на развоздушивание системы, если оно требуется. Первым делом тепло поступает в соцучреждения. После идет жилфонд. Последние в очереди административные здания. Главный критерий включенных батарей – температура воздуха за окном. Бурные выходные. Последние дни страну сотрясает порывистый ветер. Сорванные крыши, вырванные деревья, покореженные авто. Синоптики то и дело успевают объявлять оранжевый уровень. Непогода, кажется, испытывает белорусов на прочность. Никита Александров оценил масштабы. Как ветром сдуло. После очень теплого почти летнего сентября природа начала действовать резко и беспощадно. По всей стране в первые выходные октября прошлись мощнейшие бури. Местами скорость ветра достигала 37 метров в секунду. За два дня зафиксировано около 240 случаев падений деревьев. Улетели и рекламные щиты, и остановки, и кровли сооружений. Сильный ветер с дождем – угроза не только стационарным объектам, но и движущимся. Только за выходные пострадало около 30 авто. В бурю лучше отказаться от поездок, но если вы все-таки оказались за рулем, то следует соблюдать некоторые меры. В условиях сильного дождя выбирайте безопасную скорость и дистанцию. Избегайте резких маневров и торможений. Включите ближний свет фар. В случае невозможности продолжить движение, остановитесь на обочине с включенной аварийной сигнализацией и внешними световыми приборами и переждите ливень. Не паркуйтесь вблизи деревьев, линии электропередач и конструкции с высокой парусностью. Сильный ветер повалил неплохой парк деревьев, опорных линий электропередач и сорвал кровли с крыш зданий, разрушил парники и беседки. Сильно досталось частным постройкам. В больше чем тысячи населенных пунктах наступил полный блэкаут. Первые последствия стихии мы начали уже ощущать во второй половине пятницы. Уже бригады приступили к ликвидации аварийной ситуации. Самый пик стихии – это вторая половина субботы и воскресенье. К концу воскресенья впоследствии основные были устранены, потребители запитаны. Стихия настигла почти каждый уголок страны. Больше всего пострадали Пуховичский, Бурановичский, Гомельский, Минский и Бобруйские районы. В последние сутки спасатели и городские службы не прекращают работу. В восстановлении задействованы около 300 бригад и столько же единиц техники. В случае сильного шквалистого ветра по возможности отмените поездки и оставайтесь дома. Если вы вдруг оказались на улице, помните, что опасно прятаться под рекламными щитами, за остановочными пунктами. Опасно находиться возле линии электропередач. В случае любой чрезвычайной ситуации вы можете набраться спасателем по телефону 112. Последняя стихия с масштабным валом леса прошлась по Белоруссии во второй половине августа. Правда, урон тогда был значительно меньше, чем в этот уикенд. Если же порывистый ветер застал врасплох, важно не допускать панику и действовать рассудительно. При необходимости звать на помощь. Никита Александров, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. В любви и согласии в ЗАГСе чествовали золотых юбиляров. Как 50 лет назад три семьи под марш Мендельсона вновь окунулись в свадебную атмосферу. Прожить еще раз счастливый момент с виновниками торжества собрались дети, внуки, представители трудовых коллективов. Для супругов цветы, подарки и теплое поздравление. Совместно с Центрами социального обслуживания населения Первомайского и Ленинского района, с общественной организацией «Белая Русь» приглашаются золотые, у нас даже бриллиантовые, изумрудные юбиляры. То есть все люди, желающие отметить свой праздник, так скажем, общественно. Это волнительно, это здорово, это приятно. Очень красиво и, конечно, благодарны администрации, что вот такой праздник. Поздравление юбилейных пар – добрая традиция. Два раза в год чествуют тех, кто долгие годы сохраняет семейные ценности и подает хороший пример молодому поколению. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!